В рамках расширения моего видеодневничка я начинаю расширять жанры моего канала. И одним из жанров, который до сих пор я не практиковал, но который сегодня испробую в реальности, будет популярной на просторах уютного ютубчика жанр под названием мукбанг. Это корейский жанр, в рамках которого люди жрут и чавкают на камеру и при этом что-либо рассказывают. Итак, первый мукбанг, четвертый выпуск моего влога. Четвертый в новой нумерации. Сегодня я буду есть рыбные котлеты из камчатского лосося, из свежего камчатского лосося с рыбным салатом. Опять-таки с рыбным салатом из ментая. И буду запивать холодным травяным отваром. Пожелайте мне приятного аппетита. Кстати, все то, что присутствует в рыбном салате, за исключением разве что пионерского майонеза. Почему пионерского? Потому что он куплен в лавочке пионерской птицефабрики, в основном производящей пионерские яйца. Так вот, все за исключением майонеза и выловленной в Камчатском заливе рыбы, выращена на собственной даче. А, да, конечно, в салате есть еще и пионерские яйца. Итак, сейчас вы мысленно пожелаете мне приятного аппетита, А я начну, громко чавкая, пожирать на камеру свой завтрак. Потому как это мук-банк. Все, как вы любите. Я надеюсь, что микрофон передает все звуки моего аппетитного чавканья. Прекрасная рыба ментай. Это один из видов дунно-пищевых рыб. Многие отсталые, а отсталыми я называю жителей материка, над которыми даже солнце встает с опозданием на много часов. Итак, многие отсталые недооценивают вкус ментая, трески, палтуса, камбалы и других дунно-пищевых рыб. Но когда они свежие и парные, то они замечательны. Однако, быдло не поймет, охлос не поймет. А вы продолжайте добиться голодную слюною. Пока я наслаждаюсь лососевую котлетой и ментаевым салатом. Понимаю, что верх ваших кулинарных предпочтений это доширак с дешевой соевой сосискою. Но кто же вам виноват, что вы не научились есть нормальную, полезную, вкусную еду? Вот этот напиток имеет свой красный цвет из-за того, что основной его компонент ягодожимолость. Знаете ли вы, чем я занимаюсь сейчас? Одно из моих занятий – составление второй книги «Заповедная Камчатка» в газетной строке. Вот первая книга. Она вышла в свет в XIII году нынешнего века по печеньям Кранотского заповедника. И в нее вошли выбранные газетные опубликации из камчатской периодики, опубликованные с XVII по XVI годы века минувшего и повествующие о территориях, которые ныне находятся в зоне ответственности Кранотского заповедника. Почему она закончена? На публикациях 1967 года. Потому что в 1968 году Кранотский государственный заповедник был в очередной раз восстановлен и уже окончательно с тех пор он не закрывался. До этого он пережил несколько закрытий. И вот сейчас я заканчиваю работу над второй книгой. «Заповедная Камчатка» в газетной строке во вторую книгу войдут выбранные газетные публикации 1968-1991 годов. То есть публикации до новейшего исторического периода. Там, кстати, будут знаменитые рассказы о Хроходиловой ферме на Узоне, о проектах канатной дороги и даже троллейбусной линии в долину Гейзеров. В заповеднике недавно подтвердили намерение сразу после того, как я закончу работу над книгой, а забота уже близится к концу, эту самую книгу выпустить в свет. Так же, как в 13-м году века нынешнего, вышла в свет вот эта вот первая книга «Заповедная Камчатка» в газетной строке. Но мы, по-моему, отвлеклись от мукбанга. Котлетка остывает, салат нагревается, поэтому продолжу чавкать. А вы смотрите, смотрите, как я чавкаю. Видали ли вы, кстати, хоть раз, как лосось идёт на нерест. Ежели не видали, то вы потеряли очень много. Поэтому рекомендую всем побывать летом у нас на Камчатке и полюбоваться, как это происходит. у меня, кстати, восхищение лососем всего в двух направлениях. В эстетическом и в гастрономическом. То есть я ничуть не рыбак, никогда в жизни не брал в руки удочку, никогда в жизни не ставил на нерестовой реке сеть. В общем, как пел покойный Алёша Лысиков, ни одной ещё рыбёшки сам не выловил. Я люблю наблюдать за лососем и люблю его кушать. Опять пожелаю сам себе, Саша, приятного тебе аппетита. К охоте я отношусь точно так же. Никогда в жизни не охотился, не убивал никакое зверьё, не убивал никаких птиц. Но ежели в кулинарном отношении испытываю радость при встрече с лососем, то дичь особо не люблю, разве что за исключением оленины. Да и то речь идёт не о диком олене, а о домашнем северном олене, которого разводят промышленным методом. в 2022, северном оленен Мукбанг, такой мукбанг, камчатский мукбанг, бессмысленный и беспощадный. Теперь настала пора травяного настоя на ягодержимолости. Различные камчатские травки и горсточка ягоды укладываются во френч-пресс, заливаются кипятком. Поэтому можно потреблять в горячем виде, как чай, можно в холодном. Я сейчас потребляю это в холодном виде. И это на самом деле вкусно. Никакие рекламируемые по теле-авизору, химические, так называемые фруктовые соки и напитки, не сравнятся с натуральным продуктом. А вы не сдерживаете себя. Вы глотаете слюнки. Ну, а ежели стало совсем не втерпешь, вскипятите чайник, возьмите пакетик какой-нибудь дешевой чайной пыли, залейте кипятком и радуйтесь. Вот таким был мой первый опыт мукбанга, одного из самых мудрых жанров на ютубе. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится наблюдать за мою повседневную жизнью. Ежели не нравится, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите под роликом комментарии, вон там, внизу. Мне интересно знать, какие мысли приходят вам в головы, когда вы смотрите выпуски моего видеодневничка. Не стесняйтесь задавать вопросы, я обязательно на вопросы вам отвечу. А ежели вы на моем канале впервые, и ежели вы не захлопнули сразу окошко так называемого браузера, ежели вам стало интересно и вы хотите в дальнейшем глазами наблюдать за выпусками моих видеодневничков, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые ролики на моем канале. Вот это подсказка. Делайте то, что она вам велит. Сделали. Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Замечательно. Молодцы. Аплодирую вам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok